Организованный тур по странам бывшей Югославии, Словении, Хорватии и Черногории с 18 по 28 июля 2014 года. Видеодневник путешествия. Вылетели из Бен-Гуриона самолетом хорватских авиалиний и через два с половиной часа, около восьми утра, уже были в аэропорту города Загреба. Едем в сторону Загреба, говорит наш гид Борис Вольперт. То есть, по словам гида, преступность здесь низкая. Видим памятник Вячеславу Халивацу, югославскому военному и политику. Он участник партизанского движения во время Второй мировой войны и народный герой Югославии. В 1952-63 годах был мэром Загреба. В автобус подсела местный гид и далее слышим ее голос. Если вы идете, то немного налево нужно будет повернуть и там находится это железное дерево, его ветви спускается вниз к земле и бросается в землю. И, кстати, очень много евреев в Загребе участвовали в строительстве города, особенно в строительстве вот этой нижней части города. Мы сейчас с вами въезжаем в улицу Савскую. Вот она названа по реке Сави. Здесь музей искусств. Основан на коллекции, переданной в Дар Загребу супругами Анте и Вильтрудой Топич Мимара. Здание построено в 19 веке и ранее в нем находилась гимназия. Десяти картин старых мастеров Рубенса, Веласкеса, Гои находятся. Здесь проводятся различные выставки. Музей прикладных искусств, открытый в 1880 году. На площади вы видите прекрасный нео-бароктный театр оперы и балета. Слева строится музыкальная академия. Так вот, опять о театре. Театр построили по проекту Хелмера и Фелмера, австрийских архитекторов, которые специально... Здание Хорватского национального театра основан в Загребе в 1836 году. А в этом здании театр располагается со времени его постройки в 1895. Снимки, сделанные на ходу автобуса, чтобы сохранить для себя хоть какое-то представление о городе после такой традиционной автобусной экскурсии, от которой, как правило, почти ничего не остается в памяти. Музыка 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 Боковая сторона павильона искусств, открытого в 1898 году. А это его фасад. Хорватское слово «трг» вероятно родственно русскому торг и означает площадь, то есть место, где торговали. Главный колодвор, то есть центральный вокзал, открыт в 1892 году. Фасад вокзала длиной 186 метров. Местровичев павильон по имени архитектора Ивана Местровича построен в 1938 году как художественная галерея. Во время Второй мировой войны здесь была мечеть с тремя дополнительно возведенными миноретами. После войны музей революции, сейчас выставочный павильон визуальных искусств, стоит в центре площади жертв фашизма. Понятный без перевода. Скупка золота. Вход. Автобус высадил нас на кафедральной площади. Делаю по кругу несколько последовательных снимков. Снимок завершающий круг – это вход в собор. А в середине площади – фонтан Богородицы. Она стоит на колонне. А у основания колонны четыре ангела с крыльями. Композиция создана мастерами Загреба в 1878 году. Кафедральный собор. Его полное название – собор Вознесения Девы Марии и святых Стефана и Владислава. Высота башен собора – 105 метров. Строительство собора начато на этом месте в 1093 году. Через 150 лет собор был разрушен во время одного из набегов монголов. В конце 15 века вокруг собора были построены оборонительные стены против Османской империи. Остатки укреплений сохранились до наших дней. В 1880 году собор серьезно пострадал от землетрясения, но был восстановлен в прежнем готическом облике. Оформление дверей собора. Входим в собор. Одна из важнейших достопримечательностей собора – саркофаг хорватского кардинала по имени Алоизия Степинац. Немного истории. Когда в Загреб в 1941 году вошли немецкие войска, хорватская фашистская организация «Усташи», что значит «восставшая», провозгласила с согласия немецкого режима независимое государство Хорватии. Степинац, тогда архиепископ Загреба, издал энциклику, которая обязывала католиков страны поддержать «Усташей» и созданное ими государство. «Усташи» начали геноцид в отношении сербов, евреев и цыган. С 1941 по 1945 год были убиты от 200 до 800 тысяч хорватских сербов. Это разброс по разным источникам. 240 тысяч были обращены в католичество. Около 400 тысяч бежали в Сербию. Из 37 тысяч хорватских евреев были убиты около 30 тысяч. Папа Пий XII и архиепископ Степинац, тогда уже член нового хорватского парламента, знали о преступлениях против православного населения Хорватии и об участии в этих преступлениях католических священников и монахов, но ничего не предпринимали. Вместе с этим кардинал Степинац спас от смерти значительное число евреев, укрыв их в церковных владениях, что, как пишут, подтверждается данными Израильского мемориала катастрофы и героизма Яд-Вашем. Архиепископ Степинац осуждал действия режима Тита, пришедшего к власти в 1945 году. В 1946 Степинац был приговорен к 16 годам заключения по обвинению в государственной измене и военных преступлениях. Пять лет он провел в тюрьме, а затем был переведен под домашний арест в родное село. В 1953 Папа Пий XII возвел Степинаца в звание кардинала. Алоизи Степинац умер в 1960 году, а в 1998 он причислен римско-католической церковью к лику блаженных, что и является предшествующим причислению к лику святых. В Хорватии многие считают Степинаца мучеником, пострадавшим от рук коммунистического режима. Для понимания отношения хорватов к сербам приводятся слова Степинаца, написанные им перед приходом немцев в Хорватию. Хорваты и сербы из двух разных миров, два разных полюса. Они никогда не найдут общего языка, если только не произойдет чудо Божие. Этот раскол – величайшее зло в Европе, может быть даже большее, чем протестантизм. Тут нет морали, нет принципов, нет правды, нет справедливости, нет честности. Надпись на стене – глаголицей. Это одна из первых славянских азбук, и она предшествовала кириллице. Эта надпись сделана в 1941 году во знаменовании 1300-летия крещения хорватов. Национальные герои борьбы за свободу хорватов в 17 веке – Петр Зринский и Франк Ристофранкопан, пытавшиеся восстать против габсбургов. За это они были обезглавлены в 1671 году. Рельеф в честь Алоизия Степинаца Еще борцы за независимость Хорватии – Иван Полизна, XIV век, и Петр Бориславич, одержавший две победы над османскими силами в 1513 и 1518 годах. А это в честь 900-летия основания Загребского епископства в 1093 году, о чем свидетельствует текст внизу. Выходим из собора, расположенного в историческом районе Каптол, и направляемся в Градец, другую историческую часть города. Проходим через фермерский рынок Долац. На рынке скульптурная группа с литературным героем Петричем Керемпухом, таким себе местным вариантом Тиля Улиншпигеля, с уклоном в освободительную тематику. Уличные фонари здесь старинные, газовые, и до сих пор поджигаются с наступлением темноты специальным работником. Витрине «Майн камф Гитлера» выставлена поверх книги под названием Никола Тесла и его работы. У входа в галерею хорватского наивного искусства. Французский король Людовик XIII на войну против Габсбургов в первой половине 17 века привлек отряды хорватских кавалеристов. Хорваты носили шейные платки, которые завязывали узлом. Французы использовали эту идею для создания новой детали одежды, которая по-русски известна как галстук, и назвали ее кроват. Теперь во многих языках галстук известен под этим словом, а русское галстук по-немецки означает шейный платок, а то, что по-русски галстук, по-немецки опять же кроватте. Этот памятник называется печальный Георгий Победоносец. Он только что победил дракона и печально смотрит на результаты своего подвига. Проход в центр района Градец через каменные ворота. Они были построены в 13 веке, а в нынешнем виде существуют с 1760 года. Внутри ворот – часовня. Здесь хранится чудотворная икона Божьей Матери. Улица по-хорватски, также улица. Вышли на площадь Святого Марка. Здесь находится церковь Святого Марка, построенная в 13 веке. Последняя ее значительная перестройка происходила с 1876 по 1882 год. Именно тогда появилась черепичная крыша, которая стала одним из символов Загреба. На крыше изображены два герба. Один – королевство Хорватии и Славонии, входившего тогда в Австро-Венгерскую империю, а второй – герб Загреба. Интересен южный портал собора, выполненный в 14 веке, с фигурами Девы Марии с Иисусом, Иосифа и апостолов. На площади Святого Марка расположено здание хорватского правительства. Напротив стоит здание хорватского парламента, построено в 1731 году. Матия Губец – предводитель крестьянского восстания в Хорватии и Словении в 16 веке, национальный герой Хорватии. Казнен на площади Святого Марка в 1573 году. Здание городской скупщины, городского совета Загреба. На этом здании – рельеф серба Николы Тесла, уроженца Хорватии, с текстом о том, что он посетил городской совет в 1892 году, с проектом системы электрического освещения улиц Загреба переменным током от гидроэлектростанции, которую он предлагал построить на Плитвицких озерах. Идея Теслы была отклонена городским советом. Хорватский музей наивного искусства Греко-католическая церковь Кирилла и Мефодия в нео-византийском стиле построена в 1886 году. К греко-католической церкви примыкает греко-православная семинария. Барочная церковь Святой Екатерины, 1632 год. Хорватка в красно-белой одежде стоит на улице и, вероятно, что-то продает. Здесь же хорватские сувениры, также преимущественно красно-белые. Панорама Загреба со склонов холма, на котором расположен градец. Скульптура изображает хорватского литератора, представителя Модерна, по имени Антун Густав Матош. Вышли на площадь Бана Елачича. Здесь конные памятники Елачичу установлены в 1866 году. Йосип Елачич – сын хорватского барона. Он сделал блестящую карьеру в австро-венгерской армии. Помогал императору Францию Иосифу подавить венгерскую революцию 1848-49 годов, а также восстание в Вене. Елачич вошел в историю Хорватии как борец за отделение Хорватии от Венгрии и объединение в одно целое всех хорватских провинций. Был руководителем Хорватии по-хорватски банам 12 лет с 1848 по 1859. Когда к власти пришли коммунисты, памятник Елачичу был демонтирован, а площадь переименовали в площадь революции. С распадом Югославии в Хорватии решили вернуть статую на площадь, которая снова стала площадью Бана Елачича. Далее самостоятельно гуляю по площади и улицам, примыкающим к ней. Небольшая римокатолическая часовня под названием «Раненый Иисус». Расположена на нижнем этаже многоэтажного здания. Современные витражи. Фигуры на стенах. Здание сербской православной церкви, построенное в 1866 году. Во время Второй мировой войны использовалась как хорватская православная церковь. Перед этой церковью стоит Петер Прирадович, генерал австро-венгерской армии и по совместительству хорватский поэт сербского происхождения. Это не завод, а хорватский фонд обязательного медицинского страхования. Видим фуникулер, соединяющий нижнюю часть города с градцем, где мы сегодня уже были. Андрей Акачич Меошич, хорватский поэт и философ, один из видных представителей хорватского литературного возрождения. Степан Радич, австро-венгерский и югославский политик хорватского происхождения, основатель хорватской крестьянской партии, противостоял гегемонии сербов, вел политическую работу, направленную на самостоятельность хорватов. Был смертельно ранен сербским политиком в здании парламента, что еще больше усугубило вражду между двумя народами. Главный почтампт Хорватско-народная банка. Еще здание банка. У этого темного здания почему-то контрастно-белые колонны. А на площади Бана и Илачича выступали коллективы народных славянских танцев из разных районов и стран. Это, как я понял, Украина. Сравнив с другими, следующими далее коллективами, я пришел к выводу, что украинские танцы самые энергичные. Музыка-народная банка. Музыка-народная банка. КОНЕЦ КОНЕЦ Вернулся к остаткам защитной стены около собора, где у нас назначена встреча после свободного времени в Загребе. Часы на стене не работают. Здесь нас забрал наш автобус и мы поехали в Любляну, столицу Словении. Нам предстоит проехать 140 километров. А пока едем по Загребу. Ребята, давайте жить дружно. И он был прав. Делить нам нечего. В автобусе мест хватает. Ротацию я делать не буду. Вот там сегодня одни сидят, то, другие. В новых районах Загреба видим современные высотки. Всегда в Франции, в Баварии. Там, конечно, отдыха не будет. Там есть что показывать, конечно. И будет более напряженный ритм. А здесь, если можно где-то расслабиться, то почему? Не покупаться, не получить удовольствие и так далее. Я работаю единым по Израилю и по Иерусалиму. Катаюсь с туристами. И во многих сегодняшних гостиницах не получится. Выехали за пределы Загреба. Приближаемся к границе между Хорватией и Словенией. Проезжаем через пограничный пункт Хорватии, а затем Словении. Теперь едем по территории Словении. Проезжаем что-то похожее на монастырь. Далее короткие видеофайлы по 4-5 секунд, снятые на территории Словении по дороге в Любляну. Похоже, что это мост для животных. Въезжаем в Любляну. Уже в первом веке здесь был римский город Эмона. С 14 века и до 1918 года большая часть территории нынешней Словении была известна под названием Крайна и входила в состав государства австрийских Габсбургов. Административным центром Крайны и был этот город под немецким названием Лайбах. Только после 1918 года город получил славенское название Любляна. В городе проживают около четверти миллиона жителей. Из общего населения Словении – двух миллионов человек. Словения была самой процветающей республикой в составе социалистической Югославии. И осталась таковой после распада Югославии на шесть самостоятных государств. Православная церковь. Православных в Словении – около двух с половиной процентов, а католиков – больше половины от всего населения республики. Приехали к нашей гостинице, которая расположена на другой стороне улицы, относительно этих современных зданий. Вид из нашего номера. Ужин в ресторане-гостинице, включенный в стоимость тура.